Здравствуйте всем! Всем здравствуйте! Я вновь с вами. Дам пару минут, чтобы все соединились, и мы начнём сегодняшний лайв. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я знала. Пока мы ждём, я хочу поправить свой телефон. Я думаю, так хорошо. Окей. Сегодня у нас и очень, и очень важная будет тема. Конечно, русский язык для меня немножко тяжеловатый. Мне намного легче говорить на английском языке. Но так как эта тема очень, и очень трогательная тема, и эта тема будет относиться к родителям сегодня. Я думаю, что многие родители, тяжело им понимать английский язык, поэтому я буду стараться с вашей помощью, с Богом помощи, конечно, говорить на русском языке. Мне нужна будет ваша помощь, если я не смогу переводить некоторые слова. Я, конечно, делаю лайв уже несколько лет, выхожу прямой эфир и имела очень и очень много разных тем. Звонили мне много разные люди и говорили мне свои семейные проблемы. Я много раз прихожу сюда и говорю насчёт этих тем, поднимаю эти темы, чтобы мы могли обсудить и, конечно, все вместе к чему-то научиться. Но сегодняшняя тема, я должна сказать откровенно, что сегодняшняя тема до такой степени меня затронула, что не могу сказать, что я, может быть, даже заплачу во время прямой эфир, потому что эта тема меня очень и очень сильно затронула. Конечно, нас учат, что в каждой ситуации есть две стороны. В каждой ситуации, когда мы слышим какие-то проблемы, какие-то разногласия, всегда советуют слышать оба стороны, потому что мы не можем только слушать одну из стороны, потому что есть причина, почему люди так себя могут вести. Но когда я вам расскажу историю, которую мне рассказала эта молодая женщина сегодня, я не могла просто подумать и сказать, что может быть такое, какая может быть вторая сторона, какая у них причина на такое, я просто не могу. Вот как бы я ни думала и сказала бы, есть две стороны, но с этим смириться я бы не смогла бы. И я надеюсь, что сегодняшний прямой эфир дойдёт до тех родителей, которые должны услышать эту лекцию. И не только до этих родителей, я надеюсь, что те дети, которые тоже причиняют боль своим родителям, если даже, конечно, нечаянно или специально, у всех есть свои ситуации. Сегодня мы будем говорить про ситуацию от детей и родителей, а есть ситуации, когда дети тоже обижают родителей. Есть две стороны. Я знаю, что все вы ждёте узнать нашу историю. И я начну говорить так. Несколько недель назад ко мне пришло сообщение. Одна женщина со мной связалась и сказала, «Мне нужна твоя помощь. Я знаю, что твои видео смотрят много людей. И я надеюсь, что мои родители тоже увидят твоё видео. И, может быть, ты можешь дать мой крик души этим родителям моим». Прошло время, я не могла с ней связаться. И сегодня я, наконец-то, с ней связалась. Буквально после десяти минут моего разговора у меня просто сердце так сильно затронулось, что я уже больше говорить не смогла. И попросила у этой женщины, чтобы она просто мне написала письмо. И я это письмо вам сейчас почитаю. И надеюсь, что как-то это видео дойдёт до её родителей. Она мне сказала. Я хочу, во-первых, тебе сказать, Юхавет, что я очень люблю своих родителей. Я очень горжусь ими. И Бог меня наградил с хорошими братьями и сёстрами. Но, к сожалению, я тебе хочу сказать, что я не разговариваю с моими родителями уже больше двадцати лет. У меня родились пятеро детей. И я тебе хочу сказать, что мои родители не видели моих детей, не знают даже, как они выглядят по-настоящему. Они видели только их фотографии, видео, которые родственники им посылали. Но они не видели в живых моих детей. Я живу в другом штате. Я переехала. И я смирилась, как-то смирилась с тем, что мои родители не хотят со мной говорить. Но, говорит, я не могу смириться с тем, что мои дети не могут видеть бабушку и дедушку. Что мои дети растут и стоят большими. И скоро их надо будет замуж отдавать и женить. Но они не знают бабушку и дедушку с моей стороны. Я спросила у неё, почему твои родители так сильно на тебя обижены? Что стало? Что ты могла так сильно сделать, что так сильно они на тебя могли обидеться? Она мне сказала коротко. Но сперва сказала, ничего такого плохого я не сделала. Я сказала, просто скажи мне немножко, почему они на тебя обиделись? Она говорит, когда я была молодая, для меня самое важное в жизни было найти мужа, который будет меня ценить, любить, уважать. Не было у меня такого менталитета, чтобы мой муж был богатый, чтобы у меня был большой дом, чтобы я жила в роскошном таком мире. Я не такая, я простая. И я влюбилась в моего мужа. И я хотела выйти за него замуж. Моя мама мне сказала, доченька, не выходи замуж за него. Если ты выйдешь за него замуж, у тебя будет тяжёлая жизнь. Ты найдёшь себе ещё лучшего мужа, попадёшь в богатую семью, где тебе будет легче. Зачем ты будешь себя мучить всю жизнь? Я не послушалась маму. Я сказала маме, мама, мне не надо богатства, мне не нужен большой дом. Я готова выйти за моего мужа замуж, потому что я люблю именно его. Я спросила у этой девочки и сказала, твой муж бухарский, он еврей. Она сказала, да, сто процентов. Я сказала, а что стало потом? Она говорит, я вышла замуж. Я начала жить с моим мужем. Моя мама вначале мне звонила, но не была довольна. Я видела, что да, по-настоящему у меня тяжеловатая жизнь, но я никогда ничего ей не говорила плохого, потому что я всё равно очень и очень сильно до сих пор люблю своего мужа. Через несколько времени, она говорит, мы решили с мужем переехать в другой штат. Я помню тот день, когда я переехала с ним. И меня надо было провести, проводить в аэропорт, потому что я должна попрощаться. Это был последний день, когда я их видела, маму, папу, братьев, сёстры. Мой папа пришёл меня проводить, но мама осталась дома с братьями и сёстрами, не пустила, чтобы они пришли и сказали мне до свидания. Я уехала в другой штат и не попрощалась с моими братьями, сёстрами и с мамой. И я живу уже 20 лет с этой боли. Я хотелось бы смириться с этим. И много раз я заставляю себе подумать, что, может быть, мои родители больше не живые, может быть, они уже ушли в тот мир. Но я стараюсь, но не могу. Я плачу очень и очень часто, потому что эти слёзы обиды. Я люблю своих родителей. Я скучаю по них. И я хотела бы, чтобы они сегодня увидели бы это видео. И, может быть, они поймут, про кого ты имеешь в виду. Не говори моё имя, но, может быть, мои родители увидят твое видео и подумают, что это, может быть, я их дочка. Я скучаю по них. Мои пятеро детей не знают свою бабушку-дедушку. Может быть, не ради меня, но ради своих внуков и внучат. Они смогут меня простить за то, что я, может быть, их не послушала, но чтобы они знали, что я живу очень хорошо и я очень люблю своего мужа. Я попросила эту девочку, чтобы она написала мне письмо. Ей было очень и очень тяжело. Ей было очень тяжело написать это письмо, но слезами на глазах, я ещё раз говорю, мне это очень тяжело и эмоционально, потому что слушать, как у людей есть разные проблемы. Но эта проблема для меня никак не могла смириться. Но я не осуждаю родителей, потому что у меня тоже есть дети, я тоже мама. Я понимаю, что у нас есть разные желания про своих детей, и дети могут нас сильно обижать. Бывает такое? Сто процент бывает. Но тяжело мне понять, как быть дочкой, которая не может связаться со своей мамой. Но нас учат в Торе и говорят, что надо иметь эмуна. Что такое слово эмуна? Эмуна означает вера в Бога. Откуда мы учимся, что будет всё хорошо, что есть эмуна, что по-настоящему есть вера в Бога? Если мы возьмём корень слова эмуна, там выйдет слово има, мама. От мамы, когда мама нам даёт любовь, и нам говорит, доченька, всё будет хорошо, ты хорошая, ты красивая, ты молодая, ты сильная, ты боевая, и мама нас подбодряет, когда у нас есть има в жизни, мама, у нас есть эмуна. Мы понимаем, что оказывается в жизни всё у нас уладится, всё у нас будет хорошо. Но когда ребёнок не имеет маму, у неё нету има, она не понимает, что такое эмуна. Как жить и верить, что всё будет хорошо? Это так тяжело, это так глубоко, непонятно, как жить такой молодой женщиной, которая так поскучала по любви своей мамы. Она говорит, несколько лет назад я приехала обратно в свой штат, потому что было мероприятие, и моя мама меня увидела. Я сказала, и что стало? Она поздоровалась с тобой? Она сказала, нет. Моя мама прошла мимо меня и притворялась, как будто она меня и не знает. Это было, как будто бы она втыкнула нож в моё сердце. Мне так больно было. Она говорит, я столько много плачу, что слёз у меня больше уже не осталось. Я высохла, потому что не могу больше плакать. Сейчас я вам почитаю письмо, и ещё раз я говорю, я надеюсь, с Бога помощью, что найдутся эти родители, и если это даже не эти родители, но другие родители, которые будут смотреть, и может быть, тоже у них есть ситуация, в которой у них не согласились с детьми разногласия, может быть, это поможет им, чтобы они нашли место в своём сердце ради своих внуков, внучат, ради своего ребёнка, которого они родили, привели в этот свет, привели в этот мир, чтобы у них нашёлся какое бы чувство, чтобы они могли простить этих детей, потому что эта жизнь очень короткая. Мы не хотим, чтобы после 120 лет наши дети шли, наш гроб, наш burial, наш cemetery и плакали, и говорили, мама, почему ты не была в моей жизни, когда ты была живая? Почему я прихожу сейчас в твой гроб, чтобы с тобой говорить? Чтобы, не дай Бог, мы через это не проходили? Я почитаю это письмо на английском языке и буду переводить. Конечно, есть ошибки, я это переписала очень и очень быстро, чтобы пойти в прямой эфир, когда она мне это послала через текст. И ещё раз говорю, надеюсь, что сегодняшний лайв дойдёт до этих родителей, которым мы не осуждаем, но просто хотим, чтобы они знали, что их дочка очень их любит и очень по них скучает и хочет ещё раз услышать их голос, хочет ещё раз их обнять, хочет, чтобы её дети видели, кто такие её мама и папа. My dear mom and dad, мои дорогие мама и папа, Mom, Dad, I want to thank you for everything you gave me. Мамочка и папочка, я хочу поблагодарить вас, во-первых, за всё, что вы мне дали в моей жизни. I never knew I will not have you in my life. Я не знала никогда, что в настанет день, когда я не буду иметь вас в своей жизни. I appreciate everything you have done for me, all the education and love you have given me as a child and for bringing me into this world. Я благодарю вам, что вы меня привели в этот мир, в этот свет и дали мне всё, когда я была молодая. Вы сделали всё ради меня. My kids never saw you. My kids never got a chance to call you Bobo and babula. Но мои дети никогда не увидели вас, никогда не успели сказать вам бабуля и бабо. My kids don't know what kind of grandparents you are. Мои дети не знают, какие вы, бабушка и дедушка. Being married is a challenge, but not having my parents inside kills me every day. Замуж выходить, да, тяжёлая вещь. Быть женатым, будь замужем имеет свои тяжести. Но самая тяжёлая вещь жизни – это знать, что нет у меня моих родителей рядом. И каждый день это у меня убивает. All those birthdays that you missed, the Brit Mila of my sons, the graduations that you missed by anniversaries, 20 long years have passed. Всё, что мы пропустили за этих 20 лет. Мы пропустили день рождения, Brit Mila, anniversary. 20 лет прошло. People have always told me, where are your parents? Why don't they come? Люди у меня всегда спрашивают, где твои родители? Почему их нету никогда на твоих мероприятиях? And they would always tell me, it's okay, don't worry, you have your own kids, you get used to it. И потом хотели меня утешать и говорить, ну ладно, не переживай, пусть не приходят, зачем они нужны, ты же сама мама, у тебя же есть свои дети уже, всё будет хорошо, можно смириться с этим. I would always have a hard time answering them, knowing how badly I miss you inside. И эти слова утешения меня не успокаивали, потому что мне внутри было больно. Я хотела видеть вас рядом со мной. I need you in my life. Я должна иметь вас в своей жизни. I wanna share my birth story with you. Она рассказывает своей маме и говорит, я хочу с тобой поделиться, как у меня прошли роды. У неё пятеро детей. I remember with one of the children I went to the hospital at three o'clock in the morning and I had contractions. Я помню, как я пошла в больницу три часа утра и у меня были схватки. I needed my mom so badly, but I had nobody next to me besides my husband. И в то время, когда у меня была эта тяжесть, эта боль, я так нуждалась маме. Но не было рядом со мной моя мама. Был рядом со мной мой муж. And I remember the pain I had inside and my husband knew I needed some sort of a support. И мой муж видел, как больно мне было внутри. Он знал, что мне нужна какая-то материнская боль. So my husband offered to call his cousin to be with me during the labor and delivery. И мой муж сказал, дай я позвоню моей двоюродной. Она придет, и она будет рядом с тобой. Тебе нужна женщина. Я не могу тебе помочь. I remember when his family member came next to me and I was in so much pain. The family member looked in my eyes and told me, today, I will be your mother. You can do anything you want to me. I know you're in pain. If you want to squeeze my hands, if you want to punch me in my face, whatever you want to do from the pain that you're in, I am your mother. Do whatever you need to do. I'm here for you. И его двоюродная сестра мне сказала, сегодня я замещаю тебе маму. Я знаю, у тебя боль. Я знаю, что тебе тяжело. У тебя сейчас схватки. И я знаю, что хуже этого тебе тяжело, что нет мамы рядом с тобой. Я сегодня твоя мама. Хочешь меня избивай, хочешь меня пинай, я возьму эту боль ради тебя, потому что тебе сегодня очень больно. Я твоя мама сегодня. Fifteen years have passed since that story. Пятнадцать лет прошло с того дня. Баруха Шэм, мои дети и мужики are great. Я хочу сказать слава Богу, что мои дети и мой муж, они очень хорошие люди. And yes, I am blessed. И я очень благодаря Богу, Бог меня благословил. But I have no more tears left. I miss you, my parents. Но нет больше слез, потому что я скучаю по вас, мои родители. I want to say thank you to you, Yoheved, for sharing my story. Я хочу сказать спасибо тебе, Yoheved, что ты пойдешь и расскажешь мою историю. For my parents, for parents who are listening, те родители, которые сегодня слушают это видео. Talk to your children. Говорите своими детьми. You have a precious gift. Бог вам дал очень хороший подарок. Don't lose it. Не теряйте их. Maybe your children are not perfect. Maybe they get you upset. But at the end of the day, they are your treasure. Может быть, ваши дети не то, что вы хотели, в конце концов дня. Но это ваша драгоценность. To my dad and mom, if you hear this letter, мама, папа, если вы услышите это письмо, remember one thing, запомните, I love you. Я вас очень люблю. Please come back to me. Please be a part of my life. Пожалуйста, вернитесь ко мне. Я хочу увидеть вас в моей жизни. I miss you very much. Я очень по вас скучаю. Тяжело читать такие письма и не плакать, потому что не могу осуждать, не могу осуждать. Не могу сказать, что виноваты только родители. Не могу. Но могу сказать одну вещь. Как родители, у нас есть такая вещь, которую Бог нам дал, что у нас есть чувство любви к нашим детям. И наши дети, они молодые. Они делают ошибки. И иногда эти ошибки очень тяжело простить. Мы не знаем всю историю. Я согласна. Я не знаю их историю. Я не знаю, я только слышу её историю. Но если есть родители, которые так сильно держат злость против своих детей, знайте одну вещь, что ваши дети дышат и живут с каждым днём, потому что вы даёте им силу жить и продолжать. как родители. Как родители вы даёте дитям надежду. Но когда вас нету рядом с моими детьми, и когда вы себя отделяете и не прощаете, и просто не хотите иметь отношения с детьми, дети чувствуют, какой толк этой жизни. Но я же провал. Оказывается, я не хороший ребёнок, потому что моя родная мама не может меня простить. Если вы услышите этот видео, я ещё раз говорю, и вы, родитель, которые не разговаривали с этой дочкой или с каким-то сыном, подумайте над этим. Жизнь очень короткая. Простите им, потому что после 120 лет, когда вас уже больше здесь не будет, ваши дети не смогут смириться с тем, что вы их не простили в этой жизни. И всю жизнь они будут жить с этой боли. Простите своим детям. Вот это мой месседж сегодня вам всем. Хочу почитать комментарии. АПЛОДОСМЕНТЫ Richard Эдвард, я read your comment where she has to come to terms with the fact that her parents will not be a part of her life. You know, I understand what you mean, I understand what you're saying, but at the same time, 20 is a long time and every year that passes every birthday that you know you missed for your own birthday for your parents birthday your father turned 50, 60, 70 65, 85 it's so hard and difficult to sit at home and think it's okay I have to move on I have to accept the fact that my parents and I don't talk it's very hard to ever accept that because the pain is so difficult and only somebody who's been through that can understand and say it's almost impossible to come with such terms because we as children we want a blessing from our parents and this is like a curse not having our parents talk to us, see us communicate with us, with our children it's a curse Roshel Yegudaev если сам Всевышний может нас простить за все наши грехи и ошибки то почему не простят своему почему не простить своему ребенку я не понимаю таких людей вот это тоже мой вопрос точно мой вопрос thank you Hava very much for your nice words I'm speechless too Сергей I'm speechless too Margarita I don't know what I would do without my parents they are everything and this is exactly why I'm crying I can't even do this live without tearing and getting emotional because I can't imagine when I got that phone call today like I said I get many phone calls many phone calls and many times I cannot help I defer them to rabbis, therapists, psychologists and sometimes if I could help I do my own coaching but this really touched my heart after talking to this girl for five minutes all I could say is just give me a letter from your heart which I'm going to read tonight I couldn't do anything else I couldn't concentrate I couldn't focus I was just so engulfed and said what would I have done if my parents were not a part of my life the fact that even today I called my mom a few times I called my dad a few times I was able to share with them what my challenges were what happened at work what's going on and it's like this relief we feel when we talk to our parents and to know that this poor girl her parents are alive and she can't talk to them she can't pick up the phone and say mom dad I love you let me show you my kids graduation my son is going to have a bar mitzvah let me show you what my daughter is looking like she's already I don't know 17 18 years old how hard it must be for her my heart is breaking for her and anybody else who's going through this terrible situation and we should really 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 find it in our hearts to forgive and make peace Romina my mom abandoned me too my whole family I feel so sorry to hear that it must be so difficult even watching this video for you right now because you can definitely connect to this so I have no one to talk to Romina you can always talk to me please feel free to reach out at any time my dear I am here for you if you ever want to talk to me there are so many people watching and I'm sure this is not a very uncommon situation I'm sure this is more common than we can even imagine and many people are so embarrassed of it so embarrassed that they hold it inside because they can't tell the world do you know that my own mom doesn't talk to me for 20 years do you know my dad hasn't seen my kids since they were born I have five kids how do you say that it's embarrassing it's so humiliating so people have to walk around with this in their chest and that's what makes it even harder when you go to a family event and you see all your husband's family there but your own family's not there to support you it's the worst feeling ever so I really pray to God I'm going to end my life over here that you will share this video with others and hopefully we are going to conquer this story and at the end I'm going to get a message from the girl who reached out to me and she will give me another letter which is going to say I have made up with my parents thank you to you and your community that after 20 years of not talking to my parents finally we have united and send me a picture of her, her children her mother, her father hugging together in that family portrait and never miss another family occasion going forward God bless you all have a wonderful night